Приветствую вас. Давайте разберем то, что вы написали. Прямо по словам. Первое. Поссорились. Неприятно, конечно, что поссорились, спору нет. Нужно понимать причины ссоры, нужно понимать, что ссора – это проявление системное, что у ссоры есть свои основания, в том числе основания системные повторяющиеся, что ссора свидетельства того, что люди относятся крайне пренебрежительно к своим чувствам, сдерживают себя достаточно продолжительное время. Достаточно продолжительное время себе не позволяют выражать какие-то моменты, в том числе, моменты, связанные с недовольством, в том числе, моменты, связанные с какими-то желаниями и прочее. Ну а после, когда человек себе наконец разрешает выразить это самое недовольство, начинаются проблемы, потому что партнер оказывается, ну, грубо говоря, не готов к тому, что он всем инсталкивается, просто не готов. То есть партнеру кажется, что это всё вот вообще странно, это всё не по-настоящему, это всё… Как-то вот неестественно. Вот. Ну, говорить о том, естественно ли это или неестественно, мы сейчас не будем, важно. то, что ссора это куда более такой глубокий проблемный слой имеет, чем обычно принято думать. Чем принято думать. Вот. Это важно. Следующее. Ссоры возникают тогда, когда люди боятся близости. Эмоциональные близости. Физическое близости. Часто с ссором заменяет людям на много, на мало интимную жизнь. Вот. Ну, сексуальную жизнь. Довольно часто у меня, то есть, человек, условно говоря, считает или думает, что ему ему проще поссориться, проще по… скамбанить, вот. чем быть, ну, блин, так это, минимум, пугающий для человека. и… конечно, это… проблема. И… конечно, это… вклад в… в ссору. А значит, вы, ну, в какой-то степени, можете бояться близ… близости или подавлять свои… свои… чувства, как… как это делает… э… э… ну, ваш партнер, ваш партнер. поэтому, э… например, например, э… разобравшись в, э… себе, да, вот, разобравшись в, э… своих переживаниях, э… и научившись их, э… эм… адекватно выражать, я… я бы даже сказал. Вы могли бы ссор избегать, ну, по крайней мере, в дальнейшем. эм… эм… до факт, что, что говорит, про, э, э… насчет, отсутствия… э… любви, да, то есть отсутствия очень. Ну, на мой взгляд, еще ничего не значит, потому что чувства не уходят и не приходят по желанию. К сожалению или к счастью это уже вопрос такой. Поэтому на слова здесь обращать внимание особо, на мой взгляд, не нужно. То есть здесь имеет смысл больше смотреть на действия человека, не на слова, а на действия. То есть смотреть, допустим, что человек делает, как человек себя ведет, например. Это, в принципе, куда более важная история, нежели чем то, что человек говорит, что через чувства у него больше нет. Вот. Ну, по поводу того, что разлюбила, да, это опять же просто слова, это не обязательно что-то правда. Вот. Но важно немножко другого. Важно то, как вы сами, вот, важно то, как вами воспринимается эта история. Как вы воспринимаете это так, что вас разлюбили. И почему? То есть вот, если, ну, есть вероятность того, что вас разлюбили, да, если есть вероятность того, что, ну, вот так вот, ну, получилось так, что вас разлюбили. Как бы вы это восприняли, как бы вы к этому относились, например. Вот. Негативно ли вы это восприняли или нет, да? Это очень важно. Очень важно этот момент. Поиследовать, опять же. Поиследовать именно вам самому. Вот. Чтобы отношения, которые вы, например, ну, там, выстраивали. Вот. Чтобы они были более, более, такие, свободные, свободные, что ли. Вот. Понимаете? Какая штука. Это нужно учитывать обязательно. Вот. Ну, вот, в принципе, в целом, да, думаю, примерно так можно вам ответить. То есть, если вы сами переживаете из-за того, что, ну, вас могли разлюбить, то это вопрос к вам. Вот. В первую очередь. Конечно. И... Возможно, это связано с тем, что вы ссоритесь, опять же. Ну, вот именно. Это связано с тем, что вы ссоритесь. Вы ссоритесь именно по тому, что боитесь, вот, что вас разлюбят. Вот. В данном случае этот момент, ну, мешает, эм... Вам, ну, ну, как-то вот быть... А, естественно, что... Вот. Вот. Такая вот история. То, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. А-а-а... Вот именно... Ну, ну, в ответ, эм... Надо, что вы пишите. Каждый из этих элементов, а также то, что вы чувствуете по отношению к человеку. Вот. И... Как бы вы хотели... Могли выражать свои эмоции, свои чувства. Да. Вот. Что это можно... Поисследовать в... Ну, формате... Эм... Скажем так... Индивидуальной работы. Ну, вот. С вами. Конечно. Эм... Если вам это... Это интересно. Если вам этого хочется. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.